Друзья, всем привет! Сегодня дерби! Друзья, и вместе с Global Star и BQ дневник фанатов разыгрывает футболку с автографами. Наша движуха и движуха Сербии это абсолютно разные вещи. Лёв, расскажи вот так, нормально. Всё, я качаюсь просто на стыд и расставляю. Слузский. Друзья, всем привет! Сегодня дерби! Спартак играет против от ЦСКА в гостях, так скажем. Что могу сказать? Никуда не пускают, ничего не пускают снять. Вот едет наша команда. Поэтому желаем только победы с протоколом. Просто второй матч подряд у нас проблемы с заносом на стадион. Например, наш стадион здесь просто вот, чтобы вы понимали, перфоманс даже ещё не занесли. Время 15 минут до начала матча. То есть развернуть его прямо при выходе команд мы на 100% не успеем. Вот так вот. Получается полтора часа просто делания мозгов, и в итоге всё равно нам всё разрешили, слава богу. Вот. Всё, ребят, давайте. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 ЧТОНСЯ ЧТОНСЯ ПОЛЬЁ У меня здесь закончилась флешка, Артем мне не дает. Зачем здесь снимать, как и все это. Верняка пока нет. Заворачивает банок. Все видели наш перформанс, который я лично могу сказать, что он не получился. Но мы его все-таки реализовали, потому что у нас возникло очень много проблем. Основная проблема была в том, что перформанс мы занесли только в начале матча. Матч начался, а мы только-только заносили баннер. Было это связано с работой, с разными факторами. Нам не хотели согласовывать полиция, не полиция, служб безопасности. Это сейчас не важно. Важно в том, что так как мы хотели его реализовать, он не получился. Должна была быть полностью черная трибуна. Никакой ассоциации с людьми в черном вообще. То есть это не имеет значения. Просто мы хотели сделать такой агрессивный хул стайл перформанс на дерби. Черный баннер хардкор, который вы все видели. Растяжка No One Like As We Don't Care. И сектор должен был быть заполнен черными модулями. Баннер принесли, уже матч начался. Трибуна была заполнена людьми. Соответственно, реализовать было очень сложно. И было два варианта. Либо отказаться полностью от перформанса, либо реализовать его в более простом варианте. То есть растянуть растяжку на верхнем ярусе, а баннер хардкор на нижнем ярусе. Так и сделали. Потому что отказываться, раз уж пронесли, раз уж все-таки нам разрешили, то отказываться. Тем более это дерби. И перформансы, кстати, мы, как все знают, развернули только на 70-й минуте. Еще при счете 1-0. Приятного! 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 Друзья, всем привет! А где мы находимся, надо сказать? Ну где? Секретное место. Мы находимся в одном секретном месте. В начале сезона вы могли обратить внимание, что на игровой форме футболистов Спартака появился новый партнер. Это BQ. Аббревиатура такая. Многим наверняка вам была до сих пор неизвестна. Мы тоже решили узнать, что это за аббревиатура. Вот пришли в офис к парням. Это российский бренд мобильной техники. Правильно я говорю? Мобильная техники. Правильно. Говорим сейчас с Алексеем, который расскажет нам о бренде BQ. Аксей, привет! Привет! Я на него постановлю. Я сказал, что с Алексеем просто... Ладно, давай заново. Все. Как давно вышли на рынок? Как сложились отношения со Спартаком? Как вышли на Спартак? И как долго длился момент до подписания контракта, до первоначального выхода на футбольный блок? Да, расскажу вам о бренде BQ в основном в 2012 году. На базе компании «Новая линия» Компания «Новая линия» – один из крупнейших дистрибьюторов на GSM рынке. Что такое GSM рынок, да? Ну, GSM. Да! Мы работаем в сегменте «Опить» 100 рублей до 13 тысяч. Это средний и бюджетный сегмент. Производим телефоны, смартфоны, планшеты и портативную электронику. Вот. Мы номер один собираем всех этих брендов. А на рынке в этом году мы хотим стать номером четыре. Среди всех брендов мобильных электронов. По Краснодару, скажи, съездил, да, как? Прошло все? Слушай, ну, конечно, да, съездил. Получилось так, в последний момент сорвался. Буквально в день матча с утра взял билеты и поехал в Краснодар. Потому что, ну, не мог не поддержать команду Цельвина Звездна на выезде. Тем более, ехать недалеко. Ну, основная проблема, почему нет кадров, потому что наша движуха и движуха Сербии, это абсолютно разные вещи. У них абсолютно закрытый движ, да, они не дают снимать себя. То есть даже когда мы шли проход, то есть ребята сказали, там кто-то со стороны где-то снимал, да, но так как я был среди них, так как я был с нашими друзьями, вот, я посчитал, что это неправильным будет, если я буду идти их и снимать, лучше быть вместе, создавать атмосферу. Всем тем более понятно. Поэтому кадров, к сожалению, практически нету, но я думаю, здесь ничего страшного нет. СПОКividad! СПОК Nevada! ШИМНАК СИГНАМИЧНОК! АПЛОДИСМЕНТЫ ШИМНАК! Леша, и, наверное, уже главный вопрос для многих болельщиков Спартака. Как ваш логотип попал на игровую футболку московского Спартака? Мы, как компания, социально ориентированы. Мы уже давно сотрудничаем с фондом «Подари жизнь», помогаем детям. С продажи каждого телефона мы перечисляем определенную сумму в этот фонд и помогли уже многим детям купить оборудование, провести операцию и так далее. И давно присматривались к клубу, следили за успехами команды. А также наш руководитель внимательно следит за успехами Спартака. Переживает, видимо. Да, переживает, следит за успехами. Ну, да, понятно. И тут мы познакомились с агентством «Глобал Стар». Как говорится, звезды сошлись. Собственно, Стас представитель этого агентства. Стас, расскажи ты, пожалуйста, о том, как связывал «Спартак» и «Ебитиво». Меня зовут Александр Санислав. Мы компания «Глобал Стар Россия». Мы агентством маркетинговой коммуникации занимаемся тем, что объединяем спорт, бренды, артистов. То есть мы занимаемся и селебрити-маркетингом, и спортивным маркетингом. Также у нас большое киперспортивное направление сейчас. Вместе сели с компанией «Би-Кью», подумали, мы предложили свои идеи. Вроде всем понравилось. Вышли на клуб, начали общение. Сколько длился сам процесс от выхода на клуб и до подписания контракта? Ну, пару месяцев. Хочется понять, например, у меня есть свой массажный салон. Я хочу определить его на форму «Спартака». Просто, чтобы здесь была реклама «Массажный салон Клеопатра». Ну, вряд ли получится. Что я должен? Клеопатра вряд ли получится. Потому что, ну, подчеркну, что в самом клубе сидит очень профессиональный отдел маркетинга. Люди по работе с партнерами. С ними приятно работать. То есть люди знают свое дело. Поэтому наши переговоры шли с пониманием обеих сторон. Как, на ваш взгляд, «Би-Кью» может проявить свою активность в работе с болельщиками? Может быть, вы добавите свой какой-то креатив? Да, мы можем, в принципе, спросить у ваших зрителей. Если у них есть какие-нибудь идеи, было бы здорово. Пускай пишут в комментариях. Мы все читаем, поддерживаем. То есть вот в таком формате. Мы открыты для общения. Поэтому пишите. Друзья, пишите ваши идеи в комментариях. Как можно бы участвовать в конкурсах от «Би-Кью». Может быть, компания услышит ваши просьбы. Мы до них донесем. И организуем это на следующей домашней игре «Спартака». Друзья, и вместе с Global Star и «Би-Кью» дневник фаната разыгрывает футболку «Спартака» с автографами. Для того, чтобы ее выиграть, вам нужно подписаться на наш инстаграм «Дневник фаната». Написать комментарий, поставить лайк. И, собственно говоря, мы рандомным способом разыграем эту футболку. Помимо футболки, мы разыграем смартфон «Би-Кью» «Страйк Пауэр». Лех? «Страйк Пауэр 4G». Главная фишка смартфона. Он работает три дня без подзарядки. Поэтому можно спокойно поехать на выезд, забыть зарядку. Ничего страшного. Да, и снимать все, что происходит с вами на выезде, присылать нам свежий материал. Мы его будем добавлять в наши выпуски. Единственное, не забывайте, что мы не снимаем на «Секторе», потому что на «Секторе» мы поддерживаем команду. Парни, вам спасибо большое за встречу. Было круто. Здорово, что у нас появились новые друзья в лице Global Star и «Би-Кью». Спасибо вам большое и до встречи на стадионе. Василий, что делаете такой концерт, очень интересный, которого нет вообще нигде. Поэтому давайте побольше. Почаще выпускайтесь. Я, конечно, рассчитывал, что в конце выпуска вы скажете, «Вась, вот тебе смартфон». Нет, Василий, это ты подписчик. По этому, извиня, ничего личного. Выпишай камеру. Все, смотрите, ставьте лайки, комментируйте, выигрывайте смартфон, выигрывайте футболку и ходите на стадион. Один из перформансов будет посвящен нашему главному тренеру. Мы уже писали заявление, было на «Фратре» и «Ультра Спартак». Мы писали заявление, в котором высказали, почему мы поддерживаем главного тренера. Потому что в последнее время очень много слухов, каких-то склоков. Непонятно, кто это развивает, непонятно, кому это выгодно. Но мы в такой ситуации не могли не отставить нашего главного тренера, не могли не поддержать его. Вот, у меня мальчик, кстати, вот такая. У тебя тоже. Потому что мы считаем, мы считаем, это не мое личное мнение, мы считаем, что тренер заслужил то, во что он превратил команду в прошлом сезоне, то, какой результат добилась команда, однозначно говорит о том, что тренер заслуживает нашей поддержки. Поэтому Массимо один из нас, Массимо Унодиноя. «Отнуты, овань, Массимо Унодиною. Отрамин, овань, Массимо Унодиною. Отоцину, красавели. Отацину, красавели. Огромен wszystkie все еще и все. Друзья, сейчас снимаем фотосессию в футболках в Ратрии. Первая наша такая тема. Решили порадовать вас приятным кадром. Если тема понравится, зайдет, то пишите в комментариях. А так, смотрите, и если все ок, пишите, мы будем только продолжать эту тему и далее ее развивать. Ребята, всем привет! Надеюсь, вам понравится. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Барса! Барса!